Дело в том, что общество утрачивает потому, что нет стержня. В основе стержня лежит вера, или вера в высшее начало, или вера в справедливость и так далее. А поскольку не капитализм, не наш коммунизм, а они не несли этого начала, люди поняли, что то мировоззрение, которое прививается им, основано в основном на лжи. А ложь, как ржавчина, разъедает человеческие отношения. Только искренность может сближать людей. И поэтому та власть, которая обещала одно, а делала другое, она только подрывала свой авторитет. И люди постепенно утрачивали веру в справедливость этой власти. И естественно, в силу своего развития они пытались обращаться к каким-то потусторонним силам, которые им могли бы помочь. И здесь вот общество, любое наше действие, оно должно быть одухотворено. В нем должен быть присутствовать дух. Дух — это значит приоритет духовно-нравственного начала, который закладывается в наш поступок, в наши действия и так далее. Если этого у нас нет, то в конце концов наши действия будут обречены на провал. Взять, например, что такое моральное сознание. Моральное сознание — это внутренний укол совести за содеянные поступки, которые совершает человек. И вот это моральное сознание на 180 градусов американское отличается от нашего. Если в Америке моральное сознание устроено так, что когда возникает конфликт, не требующий судебного разбирательства, там они находят точки соприкосновения и приходят к согласию, к обоюдному. У нас же любой шаг в сторону согласия или в сторону установления мира вызывает резко отрицательную реакцию. И человек не хочет даже об этом слушать. Он идет на конфликт. Русские неправильно понимают слова «нет». Поэтому, значит, вот этот вот тот конфликт, на который они идут, он до тех пор, пока до суда не доберется, до третейского, когда кто-то со стороны может разложить все по полочкам и решить, сами мы не в состоянии. А теперь давайте посмотрим, что такое наш рынок современный. Наш рынок — это поле потенциальных конфликтов, поскольку каждая сделка — это потенциальный конфликт. Где-то кому-то нужно уступить, кому-то наоборот наступить на горло противнику или партнеру и так далее. И поэтому у нас этот рынок, он плодит вот эти вот конфликты в геометрической прогрессии. И эти конфликты, поскольку это связано с выплеском энергии негативной, они захватывают и других людей. И получается, те, у которых не одухотворены вот этот, их бизнес, их программы, их проекты, они в скором будущем, если сейчас они успешны, они все равно потерпят фиаско. Потому что энергетическое закрепление наших благородных целей идет свыше. И если мы, ведь создатель нам предоставил право выбора. И за этот выбор, что характерно, он нас не наказывает. За выбор человек наказывает себе сам. Вот если подходить, взять, например, точку нулевую отсчета, там направо это отрицательный выбор, налево положительный. И если мы выбрали положительный выбор, он поддерживается свыше вот этими силами. И если мы выбрали отрицательный выбор, то тогда мы удаляемся от помощи свыше. Мы только надеемся на самих себя и на тот результат, который нечестным путем хотим получить и сделать что-то. И поэтому в конце концов у нас идет разрушение. Там не может быть равновесия, где заранее, априори заложен отрицательный результат. Поэтому вот так. Продолжение следует...